здравствуйте дорогие друзья мы с вами продолжаем курс лекции по литературе на прошлом занятии мы с вами познакомились с волшебной сказкой сегодня мы познакомимся с другими сказками меня зовут никита разговор у нас пойдет о сказках о животных и конкретно мы разберем журавль и цапля и о бытовых сказках и мы разберем сказку волшебный солдатская шинель что характерно для сказка для сказок о животных главными героями там являются животные но дело в том что какие-то характеры какие-то ситуации подразумеваются конечно же человеческие и во многих животных мы легко угадываем себя со своими пороками со своими недостатками и так далее давайте разберемся и посмотрим на сказку журавль и цапля летела сова веселая голова вот она летала летала и села до хвостиком повертела да по сторонам посмотрела и опять полетела летала летала и села хвостиком повертела да по сторонам посмотрела и опять полетела летала летала это присказка сказка вот какая жили-были на болоте журавль да цапля Построили они себе по концам избушки Журавлю стало скучно жить одному И задумал он жениться Дай пойду посватаюсь к цапле Пошел журавль, тяп-тяп, семь верст болотами сил Приходит и говорит, дома ли цапля? Дома, выйдь за меня замуж Нет, журавль, не пойду за тебя замуж У тебя ноги долгие, платье коротко Сам худо летаешь, и кормить-то тебя мне нечем Ступай прочь, долговязый Пошел журавль домой, несолно хлебавший Цапля после раздумалась Чем жить одной? Лучше пойду замуж за журавля? Приходит к журавлю и говорит Журавль, возьми меня замуж Нет, цапля, мне тебе не надо Не хочу жениться, не возьму тебя замуж Убирайся Цапля заплакала со стыда и воротилась домой Ушла цапля, а журавль раздумался Напрасно не взял за себя цаплю Ведь одному-то скучно Приходит и говорит Цапля, я вздумал на тебя жениться Пойди за меня Нет, журавль, не пойду за тебя замуж Пошел журавль домой Тут цапля раздумалась Зачем отказала? Что одной-то жить? Лучше за журавля пойду Приходит она свататься, а журавль не хочет Вот так и ходят они по сию пору Один к другому сватся Да никак не женятся Вот такая сказка То есть мы видим, что главными героями здесь являются животные Журавль да цапля Но в таких ситуациях мы, конечно же, узнаем самих себя Мы тоже бываем порой капризные Бываем порой Меняется у нас мнение по несколько раз То есть сначала мы хотим одного А потом резко передумываем Уже согласно на другое И что-то подобное, конечно же, отражено В этой русской народной сказке Журавль и цапля Следующая сказка называется Солдатская шинель И относятся они к бытовым сказкам Что это за сказки? В какой-то степени здесь нельзя сказать, что есть что-то волшебное Это такие житейские истории То есть необычные, небывалые И содержат они описание каких-то событий Связанных с нашей обычной жизнью И с теми ситуациями, которые возникают у нас в обиходе И могли бы возникнуть И чему-то они, конечно же, как и любые сказки Они должны нас научить Итак Говорил барин солдата Стал солдат хвалить свою шинель Когда мне нужно спать Постелю и шинель И в головах положу шинель И покрою шинелью Стал барин просить солдата продать ему шинель Вот они за 25 рублей и сторговались Пришел барин домой и говорит жене Какую я вещь-то купил Теперь не нужно мне ни перины, ни подушек, ни одеяло Постелю шинель и в головах положу шинель И оденусь шинелью Жена стала его бронить Ну как же ты будешь спать? И точно Барин постелил шинель А в головах положить и одеться нечем Да и лежать-то ему жестко Пошел барин к полковому командиру Жаловаться на солдата Командир велел позвать солдата Привели солдата Что ж ты, брат, говорит командир Обманул барина Никак нет, ваше благородие, отвечает солдат Взял солдат шинель Расстелил, голову положил на рукав И накрылся полою Куда как хорошо, говорит На шинели после походу спится Полковой командир похвалил солдата И дал ему еще на чарочку А барину сказал Кто поработает да устанет Тот и на камне спит А кто ничего не делает Тот и на перине не уснет Обратите внимание Обычная ситуация, житейская О чем здесь? О том, что, конечно же, барину Не понравилась шинель Потому что было на ней не очень удобно Дело в том, что барину особо Какая работа, да? То есть, чем он занимается? Видимо, особо незачем Да, то есть, ему, конечно, бы Перины да подушки А шинель? А солдат какой? Он в походах, в приключениях То война, то еще что-нибудь Конечно, он уставший Да ему на любой подкладочке Да даже на обычной земле Нормально будет спаться А тут еще и шинель И можно укрыться В общем, история учит о том Что каждому, конечно же, свое И нужно прежде всего разобраться Прежде чем что-то покупать Вот такая она бытовая сказка И вообще для русского народа Характерно особое понятие Добре и зле Мы это видели и в волшебных сказках Да, то есть, и в сказках и животных, конечно же Обратите внимание, что в сказках, конечно же Добро всегда побеждает зло Зло это то, чего мы должны избегать И каждая сказка имеет в себе Какой-то определенный урок Какую-то мораль Да, то есть И что-то полезное мы должны Из нее для себя вычленить Поэтому даже сказки Могут многому чему нас научить Не нужно считать сказки Таким легкомысленным Пустячковым жанром Читайте сказки Многое чего Вам оттуда придется подчеркнуть На этом наш урок завершен Спасибо за внимание До свидания